Здравствуйте! У вас сегодня был выбор. Пойти в контакт или пойти в YouTube поучить английский. Лучше учить английский, потому что для вас сделано максимально комфортно. То есть книжка What a World, Unit 10, How did Disneyland start? Как начался Диснейленд? То есть на вот этой иллюстрации Диснейленд. Посмотрите, как оригинально. Теперь, before you read, answer this question. What do you know about Disneyland? Where is Disneyland? What do you see in Disneyland? Перед прочтением ответьте на вопросы. Что вы знаете про Диснейленд? Где находится Диснейленд? Что можно увидеть в Диснейленде? How did Disneyland start? Как начался Диснейленд? В один день, мужчина, которого звали Walt Disney, взял своих дочерей в парк развлечений. В парке развлечений они катались. На каруселях играли игры, смотрели на животных. Но этот парк не был сильно интригующим. Он также был грязный. Он посмотрел вокруг и сказал, я хочу, чтобы мои дети ходили в более лучшее место. Я хочу сильно, чтобы они имели хорошее настроение место. В Диснейленд was famous for his movies. He was also famous for his cartoons. Now Disney started thinking about a new part. He wanted a part with different parts with special names. One part was Fantasyland and another part was Adventureland. He also wanted to use ideas from his movies and cartoon. His most popular cartoon was Mickey Mouse. Disney wanted Mickey Mouse and all the cartoon people to walk around the park and talk to the guests. Диснейленд, то есть, Walt Disney известен за свои фильмы. Также он известен за свои мультики. Так что, Дисней начал подумывать об новом парке. Он хотел, чтобы парк был с разными частями, с особыми именами. Первая часть называлась «Земля фантазии», вторая «Земля приключений». Он также хотел использовать идеи своих фильмов и мультиков. Его самый популярный мультик был Mickey Mouse. Дисней хотел, чтобы Mickey Mouse и другие персонажи с мультиков ходили вокруг по парку и говорили с гостями. Дисней dream of special park for many years to come true. People did not understand his ideas. Nobody would want to give him money. So, Disney used all his own money to build the park on July 179 and 1955. Disneyland opened in Anaheim, California. It was an immediate hit. The first year about 5 million people went to Disneyland. People came from all over the United States and all over the world. Мечта Диснея, чтобы создать специальный парк, заняла многие лета перед тем, как стало реальностью. Люди не хотели понимать его идеи, а никто не хотел давать ему деньги. Так что Дисней повратил все свои собственные деньги, чтобы построить этот парк. 7 июля 1955 года Диснейленд открыл парк в Anaheim в Калифорнии. Это был сразу успех, попадание в точку. В течение первого года 5 миллионов людей посетило Диснейленд. Люди приходили со всего США и со всего мира. Walt Disney wanted Disneyland to be perfect every night. В night the workers watched the streets. They made sure the streets were clean. They also made sure that there was no ensure on the ground. They painted their signs again at night. They wanted the signs to look new. Walt Disney хотел, чтобы Disneyland был идеальным. Каждую ночь рабочие мыли улицы. Они проверяли, что улицы чистые. Они хотели, чтобы здесь не было жевательной резинки на земле. Они красили знаки заново и заново. Они хотели, чтобы знаки выглядели новыми. Disneyland always had many plants and flowers, but Disney did not want any signs that said, do not walk on the plants over here, the water changed eight hundred thousand plants and put in new ones. Disneyland, там было много растений и цветов, но Disney не хотел, чтобы там были какие-то знаки. Пожалуйста, не ходите по растениям. Так что каждый год рабочие меняли 800 тысяч растений и ставили новые. Disney wanted the workers to be happy and clean all the time. He started a special school for his workers called the University of Disneyland. The workers wanted to be happy and polite to guests. They could not wear perfume, jewelry, or bright nail polish. They had to follow rules for how to dress and how to wear their hair. Disney wanted, чтобы его рабочие были радостные и чистые, в смысле, по внешнему виду. Он основал специальную школу для своих рабочих, которая называлась Университет Диснейленда. Рабочие должны быть веселыми, радостными и вежливыми к гостям. Они не могли использовать духи, драгоценности, яркий лак для ногтей. Они должны были следовать особенным правилам, как одеваться и как носить их волосы. Ну, какая у них прическа. Walt Disney became very rich. He was a millionaire. He died in 1966. But his dream of more Disneyland came true. In 1971 Walt Disney World opened into land of Florida today. The Disneyland in Tokyo and Paris. Walt Disney стал очень богатым. Он стал миллионером. Он умер в 1966 году. Но его мечта больше Диснейленда сделать стала реальностью. В 1971 году Walt Disney открылся в Орландо, Флорида. Сегодня из Диснейленда также в Токио и в Париже. Я хочу сказать, у вас есть мечта, возьмите и протолкните ее в жизнь. А средний человек, он видит реал, он уже все испугался. Будьте храбрыми. Я скажу так, будьте упертыми, как Т-34. Т-34 танки грязи не боятся. Едет прямо и сносит все на своем пути. А вы можете стать таким танком английским, если найдете хорошего человека. Хороший человек – это я. Я знаю английский, я живу в Канаде, он не родной. Моя задача – я знаю курс, по которому надо учить английский. Следуйте моими указаниями, через три месяца вы будете говорить, через шесть я гарантирую, вы будете говорить внятно, доходчиво и профессионально. Чем это достигается? Тем, что я вылаживаюсь на занятиях и, соответственно, не даю вам оплынивать. Скажем так, когда заниматься интенсивно спортом, бывает крепатура. Когда учить сильно английский, бывает крепатура на мозге. Это не имеется ввиду дискриминации или что-то в таком плане. Но поймите, когда напрягаешься, то в жизни поднимаешься. Скажите, вам нравится сейчас ваша текущая работа? Согласно статистике, я знаю, 50% людей готовы поменять работу. Чтобы поменять работу, надо быть в удачливом языках. Выучить английский – это вам даст больше по жизни. А я категорически против второго высшего образования. Это то же самое, как сапер, который четыре раза женился, четыре раза разводился. Может быть сапером? Не может быть. Учите английский. Английский за полугода перед вами откроет огромные возможности. Я это сделаю. Мы не в скайпе, смарт-тичер 197. Цена занятий – 300 рублей. Оплата после урока. И вообще, я хороший человек. Добавляйтесь в контакты, вы не пожалеете. Все наилучшего и улыбайся. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok